Пол-две минуты, быстренько делаем репосты. Всё, вылетаем в эфир, в трэд. Ага, трансляция пошла, да? Да, ещё рано. Подожди, ещё рано, две минуты ещё. Две минуты. Я зашёл на трансляцию. Я почти нашёл лавочку, я её почти нашёл. Отлично. Кого? Лампочку? Лавочку, лавочку. Всё, подождите. У кого эхо? Не знаю, у меня выключено, у меня нет. У меня эхо, у меня эхо, спросите. Меня спрашивают. Поинтересуй, уехать, там есть плавка на детской площадке. Сейчас, подождите, давайте полминуты. Помолчим, быстренько сделаем репосты. Давай. Отлично. Отлично. Так, куда ещё? Здесь самолёт приземляется. Охуеть. Трансляция началась уже, я не могу понять? да да смотрите идет что у меня тоже появилась так все господа полминутки о цима залетел фига все свои залетают господа подскажите что у нас со звуком и через две минутки мы начнем гена стримы которые мы заслужили всем стала пмк тут пмк тут я не знаю ни антона не гена кто эти люди это наши подписчики говно и воняет помидорусь ой за матча пишут господа противогазе противогазе наши любимые грязнюки и даже самый настоящий газно сегодня у нас в гостях в нашем чудесном благоспасаемом шоу влп газировка администратор барахолки влп в том числе администратор самого влп и вечный бесконечный участник клуба влп спб николай ака порн ака щербет ака барыга сидоров федоров сау сау спасибо сама за представление всем добрый вечер у все залетели скидаете миллион лайков сау всем лайкает сау вы порядочные пишут рыночек порешает все можно заканчивать стрим как раз мы сегодня узнаем как работает рыночек противогазов как вообще продают с хабарин и противогаза как продает военторг противогазы как продает их николай и так далее никита спрашивает кто эти люди никита на фоне у нас играет последний выпуск черный stalker что это за шоу на это первый выпуск пуггиры которые сейчас на канале на залетайте смотрите такая реклама на самом деле так все пишут салам алейкум здорово и так далее ладно скажи как так получилось как ты продал свой первый противогаз все очень просто савельны все достаточно просто история типична до нельзя это как у всех я был глупым маленьким школьником который очень хотел купить себе блейзеры и у меня в деревне есть научно-исследователь институт физиологии и нейрофизики имени павлова великого русского ученого кстати говоря он один он короче дать или на первом или на втором месте по известности среди русских ученых на западе но вот у нас есть такое не и раньше там было два бомбаря они и короче закрыли и разрушена и мы все маленькие пиздюки которые хотели купить блейзер знали что пуди из них выкинули на помойку мы поехали на помойку и собор лет свои первые основе гэп-5 и пардом своей же школе и купился бутылочку блейзеры за сколько ты продал свой первый пух я первый пушка прыгался продал за полторы тысячи рублей гп5 ты продал за полторы тысячи рублей да да все они одну бутылочку блейзеры естественно было глаз тебе не стыдно не просто купил 15 бутылочек блея нет я тут шаверму тогда купил осы бутылочку блейзера, в столовке пиццу купил. Ну, я много чего купил. Нет, вообще не стремя, Сав, потому что на самом деле целый на коку устанавливает продавец и покупатель. У него много выбора. Он мог не покупать за полторы тысячи. Но, как видишь, школьники, такие же глупые, как я, купили эту хуйню. Ты не считаешь, что нельзя так обманывать людей? А почему это обман, Сава? Ну, потому что ты, типа, знаешь, что это не стоит столько. Даже, не знаю, ты продаёшь в 10 раз дороже. То есть можно же продать хотя бы в 2 раза дороже. В 1500 раз дороже, я бы сказал. 1 через 8 дороже. Я с тобой не согласен, потому что это средство защиты органов дыхания и уже просрочено, до сих пор в какой-то степени рабочее. И средство защиты органов дыхания, которое может спасти в теории тебе жизнь, оно не должно стоить 1 рубль. Я считаю, как и многие господа с рынка, что 200 рублей за ГП-5 принятая нормальная цена. Я их не торгую уже давно-давно. Но я разделяю то мнение, что хуйня случилась с рыночком, что ГП-5 вообще ничего не стоит. Их продают по полтосу всякие гадостливые школьники. То есть, понимаешь, как это происходит. Надеюсь, я не слишком много говорю. Когда я буду много затирать, вы мне скажите. Нормально, нормально, обещание. Смотри. Короче, приходит в школа Пендерс ВЛП на рыночку, в барахолочку ВЛП или в Хабар-Спас, или вообще на ГРАУ. Приходит и начинает торговать своим говном. Продает всякие какашки свои. Ему говорят, «О, слушай, это столько не стоит. Это столько стоит, блядь, 50 рублей за ГП-5 максимум». И он начинает продавать эти деньги по 50 рублей. А над ним просто, типа, стебались, ну, в том плане, что такого товара много и цены на него маленькие. Его никто не продает. И этот школьник начинает продавать по 50 рублей, по 30, потому что 50 тоже не покупают, потому что газы вообще нахуй никому не нужны. И так рушится рыночек. Потом этот школьник находит ПМК-2, продает их по 200 рублей. А как, кстати, ПМК-2? Подожди, а, кстати, вот, ты упомянул ПМК. Как получилось, что ПМК-2 продавались там по косарику и так далее, а потом совершенно в какой-то момент цены дико рухнули? Почему так произошло? Инфляции. Есть, смотри, есть несколько факторов. Первый фактор и самый главный, что Министерство обороны списало несколько миллионов ПМК-2. Ну, или там сотни тысяч. Короче, очень-очень много. Их купили крупные оптовики, продали меньше оптовикам, тем меньше, 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 меньше. И все скотилось. А вот, что скотилось. И 600 рублей, которая была недавно цена, она была прекрасная. Но она упала, и они стали стоить, ну, 400 рублей, где-то так. И она падла еще меньше. То есть, в тот момент, когда продавали вот эти вот огромные запасы, она вот и стоила 200 рублей на граву, можно было спокойно ПМК-2 взять. Тогда, кстати, Дум оптом и закупался именно у этих ребят, которые перепродажей занимаются. И тогда крупные, хорошие дяденьки заимели кучу миллионов. Всякие мечи, типа, меня и тебя, они нихуя себе не поимели, а только разостроились. И те другие честные воры из Хабарспаса, они тоже, к сожалению, до сих пор отсасывают. Это первая штука. Вторая штука, что все увидели, что, о, нихуя себе, противогаза стоит тысячу-полторы. Класс, как круто. То есть, можно купить 10 бутылок Блэйзера с хуйникой, то есть, пидешь с помойки. И массовый наплыв таких шкалочек, как я, когда-то, я шкалку закончил, аж через взрослый, но купил все покупать. Это. Они тоже обрушили рыночек. И вот эти вот, к сожалению, два таких хуевых фрак-фактора обвалили рынок. И вот сейчас всех говорят, что надо бы его поднимать, но уже просто никто не купит по другой цене, я считаю. То есть, уже нет смысла поднимать рынок, есть смысл просто не продавать противогазы. Я закончил. Почему не продавать противогазы? Потому что, если кто-нибудь продавать противогазы, то останется они школьники. Они очень жадные. И они будут ставить по большим ценам. Может быть, что-нибудь с рынком изменится. Но это такая очень непрадоботная цель у меня просто прямо сейчас подниму. Ну, хочу свою добавить небольшое слово. Я помню, что свой первый крутой противогаз это был ГП-7 В с питьевой системой. Я купил в Латвии. Мне до сих пор цены за 20 евро. Мне было лет, наверное, мне было лет 11, наверное, может, 10. Это вообще самый-самый-самый первый мой противогаз после ГП-5 я купил в Латвии. Я просто... Валера, что тебя прибиваю, просто там какой-то молодой человек писал, что в ЛПГ. Если в ЛПГ, зачем ты слушаешь трех гомосеков? Ты что, пидорас? Все, продолжай. Интересное заявление. Ну, в общем, да, то есть цены это ужас. Некоторые люди их так загибают и на это люди тоже ведутся. Ну, тупые школьники или тупые американцы, которые приехали в Восточную Европу пофоткать медведей, попить водку и купить какое-нибудь говно за 100 долларов. Вот. Плюс еще хотелось бы отметить, что сейчас противогазы совершенно обесцениваются. Вот просто совершенно. Потому что они у всех есть, потому что люди их покупают. Ну да, смотри, какие, действительно. Например, ПМК-3, они, наоборот, становятся популярнее намного, потому что они становятся... в такой хорошей ценовой категории, то есть раньше они стоили там 2 тысячи, 3 тысячи, там 5 лет назад, например. Сейчас они стоят тысячу, там, 700 рублей, и они становятся такими. А ПМК-2, например, и ГП-5, они вообще, это просто мусор, и они никому не знают. Я закупил. Ну, да, да. Смотри, ПМК-3, да хуй знает, они тоже тесуны, на самом деле. Есть магазины, которые продают их спокойно, даже в рознице, по 500 рублей. У меня сейчас хорошо слышно, просто если самолет полетает, я лично себя не слышу. Хорошо слышу. Ну вот. Сейчас все деньги в периоде, которые из-за границы, потому что их, во-первых, вообще никто не возит, во-вторых, их, блядь, сложно и дорого возить. Нужно большие деньги планировать, чтобы получить хорошую прибыль, то ты ее не получишь, потому что, потому что всех нет денег, и они купили себе, блядь, все, погодите, я вас перебью. Валер, видео пропало. Ой, да, оно закончилось, пардон. Поставь заново, можно другое какой-нибудь? А вот все заново, заново, все нормально. У меня вопросы не обновляются. У меня обновляются, все нормально. А, в споу, Макс суровый, нормальный парень, охуенный, у него такие годные латы, на самом деле, на этом, на барахолочке. Я каждый раз, когда его объявление адаптирую, я кайфую, потому что, на него Sips, иностранные пластины, и цены вообще копеечные, то есть, если хочешь купить хороший Sips, то заходишь и ищешь Макса Суворова, у него охуенный. О, нам пишут, короче, что рыночная экономика неэффективна. Ну что, перевращаем стрим в политические дебаты? Я, я не шарю в политике, не хочу дебатировать. Позор фашизм пишут. Господи. Позор, позор, позор. Окей, Коля, как получилось, что достал админом ВЛП именно барахолки? До этого ты уже продавал что-то? Все очень просто. Я продавал очень-очень мало и всякую хуйню. Это был хапар, да? Частично хабар, частично то, что покупали у знакомых. Господа, извините, у меня почему-то какая-то ошибка сервера на трансляции. Посмотрите, у вас все нормально? У меня все работает. Все хорошо. Я вас слетчу. Ну что, кто там говорил? Коля. Коля, говори. Там спрашивают, зачем вы опташник противогаза? Потому что можно себе это позволить. Очень сложно ответить на этот вопрос. Я думаю, Коля может коротко ответить. На какой вопрос? Зачем противогазе нам противогазы? Все очень просто, чувак, потому что нам это нравится. Кому-то нравится дрочить по углам, кому-то нравится говорить как хорс, кому-то нравится бегать с автоматом и говорить как хорс, а кому-то нравится дрочить противогазы. Это фетиш, чувак. Знаешь, тогда мальчик маленький взрослеет, он начинает навлекаться мужскими игрушками. по машинок там автоматиков и в том классе находится бы нету боже и видит там противогаз и говорит не хуя себе как круто с этого начинается птическое отклонение потом я блять ты не ржи я тебе серьезно рассказываю извиняюсь за мат тысячи кратных за баню по братской он спамят спамят вопросом я ему поясняю я с него спрашиваю будешь уничтожен я захожу я открываю камни это чё валера это же шутка не надо не надо не надо они сейчас не нужны они могут пригодиться тебе если это качественный противогаз допустим я работал раньше в коллекторе и там противогазы ряда нужны и типа они нужны там чтобы не задохнуть там охват метан и прочих газов барахолочка смотри я торговал всякой залупы об этом все знали ты же помнишь и вот и тогда я выстрел на продажу а заказ ты помнишь я миха торговал и на барахолке влп у меня объявление месяц пытались публиковать то есть она месяц было предложить даже не в отложке просто предложить я написал в конфу что короче все это говно надо закрывать думского ты сможешь лучше я сказал да смогу и все дум не сдал админом и уже 11 месяцев вот как бы я читаю как изменилась барахолка барахолка никак не изменилась просто стали регулярно выходить посты каких-то нововведения не сделал разве что стал более активно чем просто модератор слить за группы так что что сделать это стиль ров честь ему уважения он же когда он скульный пацан присоединился когда наше уважение да хорошо какая репутацию барахол у барахолки вам репутация лучше чем у всего влп вместе взятым конечно да да это так это так потому что барахолок это заебись потому что мне школьников тут нет барахолка нужно просто по магазин по продаже если мы на влп постили только посты то скорее всего тоже такого не было когда начинается в жизни какая-то деятельность то уже происходит хорошо мне кажется что коля ты один из людей которых который не пропагандирует который считает что влп это некий предпаник перед движениями расскажи об этой своей теории и расскажи почему противогазины достаточно часто шкварится как этого избегать и как вообще отвечать на критику там всяких кависов пармезанов партизанов и так далее пиздить нещадно пиздить один раз не помогло пиздить еще раз не помогло второй раз убить нахуй ногами пиздить вертушки ты знаешь этот видос надеюсь а если серьезно то как прочитаю что никакие кавис у нас не шкварит потому что это форум нет что я понятие кависы такими какими они были когда-то которых пел механик из цб шевчу это совершенно разные люди надо блять договорить наверное смысл свою а то я забыл уже да никак мне похуй все барах барахолки хорошая репутация потому что там торгуют все то есть и те же самые кависы из хабар спаса ребята нормальные и вообще все из грау приходят крупные воин торги торгуют и все и типа там нет такого количества деликов комментах и нет таких дурачков школьников gp5 то есть я их сразу удаляю и до этого они тоже удалялись и поэтому думаю репутация там получишь конечно немножко имеет ли администрация какой-то интересно или вы просто получаете за эту репутацию мы с этого совершенней день и я по крайней мере не имею никаких денег я имею денег с того что я могу вообще секунду публиковать свой пост сделать скучу репостов и люди меня уже как знают как бы кто и такой типа и репутация чтоб отправьте все хорошо и цены неплохие они быстро все это покупают с этого я имею денежку непосредственно с объектование объявлений блять не копейки но извиняюсь за мат и я что-то разыгрался на площадке ты каким-то образом гарантируешь то что продавец проверенный получается этого не знаю там один процент это все говно это все на всех врахунках то что про это проверено это делается бесплатно в грамму это реализовано тем что пишется просто объявлений проверенный продавец номер такой-то и ссылка на отзыв у нас такого нет потому что у нас наш армянский состав считая что ссылки объявлений это реклама и что проверенный продавец номер такой-то это не очень хорошо потому что если проверить проверенный то они как бы знают и плс когда у него будет интересоваться поверен или нет он им скажет то есть в объявлении это лишняя информация которая только отвлекает внимание от товара понятно хорошо по поводу еще продажи я извиняюсь извиняюсь там макс здорово пишет что админ не сошел с ума от публикации постов знаешь там это такой пиздец приходит в предложку что и минут пять редактируешь и потом забиваешь хуй отклониться объявление а у максима прекрасные посты их одно удовольствие хорошо расскажи вообще когда в целом про рынок противогазов кто вообще покупает кто продает как это все регулируется как это работает вообще вот это хорош вопрос во первых рынок противогазов мертвы абсолютно он падает нет если он не падает он находится выхлевшей стагнации но на самом деле он просто падает в такую пропасть что скоро будет прям к вторые стоить 100 рублей и вообще вытрань каждый первый шкалотник потому что их очень много и их продает каждый первый то есть достать тмк 2 это вот сейчас сейчас времени поэтому надо переходить с рынка противогазов на рынок какого снаряжения интересного военного российского или российского могут появиться какие-то новые противогаза новые прототипы смотри и извиняюсь сейчас закончу то просто замолчал то что мне от медовушке хреново стало сейчас рынок это прототипы с не органиком торгует буквально максимум 10 человек и одни и те же образцы приходят из рук в руки это уже длится годами пока что не десятилетий но скоро уже будет десятилетия как дальше хорошо еще сейчас идут иностранечно потому что никто не возит и она очень дорогая и хорошо идут кмк с пмк 4 гп 21 это это такое уже сомнительная керня потому что они дорогие а денег ни у кого нету и рынок формируется так или средние цены допустим у нас в верховке лп есть альбом со средними ценами но они уже устаревшие и по этим средним ценам машина едет как гремит котируются уже объявления но тоже спорная херня потому что нихуя их никто не соблюдает итоге получает средняя цена это ну как в любой экономике это та цена по которой выгодно продавать по продавцу и выгодно покупать покупателю и если у тебя много товара то тебе конечно выгоднее продавать ниже средней цены чтобы собрали дешевле но много все равно ты получил бесплатно и те лучше продать побольше это первая часть вопроса не закончился какая там дальше сейчас вопроса что-то сбиваюсь гадостливые школьники которые ворот с помойкой я здесь есть такой человек такие люди а надеюсь и здесь как вы здесь порядочные воры не делаете это потому что вас поймает полиция и ваша мама будет платить штраф 3-5 тысяч рублей за проникновение на объект если вашу западе что вы споруете то вам будет еще другая статья и вы можете даже на зону поехать так что не надо это плохо оборот это хорошо оборить плохо это плохо черный сталкивать есть вопросы борн как ты считаешь может ли влп обратиться в субкультуру вроде той пока который мы с тобой убираем у меня с наушниками пиздец это не слышу практически короче может влп пройдется крутую субкультуру да 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 бурн ты просто я если бы ты был рядом я пути руку пожалуй обнял я типа перти руку по вене пожалуй потому что мы с тобой русские люди смотри я сегодня думал что-то что вот выход из рамок интернет сообщества паблика движение то есть правильную жизнь это по сути пир акции чем охуенных масштабов и вообще очень круто продумано ну просто она не зашла то есть я буду что она реально круто продуман на самом деле крутая очень штука как пиар но она не зашла к сожалению ты по ну с одной части круто есть питерский клуб есть там московский сочинский какие-то еще ребята там тучат вместе на большинство клубов тучит парочку нам месяцев никто даже лет а потом разваливаться с консерами и не потому что движению стата личные разногласия но это естественно какая-то ну да так но что господа я думаю что надо уже переходить к такой второй половине нашего стрима это мое любимое число называется охуительные истории давайте будем стараться охуительные истории я просто уверен что born это просто кладезь охуительных кстати вопрос есть от расула можно про хабарить поподробней про заказа на объекты и так далее или какие-то интересные истории с объектов попробую я не верю что получше настроение нету бы а попробовать можно хабарить но ты залезаешь в бухт скорее все это гнилой поддомник видишь там пилы гипп-5 берешь пилы гипп-5 и выкидываешь а через месяц все история закончена другая история ты это гипп-5 не выкидываешь а коллекционируешь после этого у тебя начинается фугофилия ты идешь другой гнилой поддомник 3 4 переходишь к гнилым холмиком потом переходишь к ним гнилым холмиком идешь на склады на быче и хабар уже хороший хабар и ты его можно начинаешь продавать тем самым ты начинаешь откровенно говоря воровать армейское имущество а возможно она списанная и даже советского производства поэтому уже похуй она не поможет ни армии не тебе и никому в принципе поможет потому что уже просрочно им нельзя пользоваться в как потому что теряет ценность вот это тоже проблема она теряет свои защитные свойства и вообще это мусор ну да ну да потому что противогазы еще имеющие свойства которые помогут защищать себя отправляющих веществ то и дорого от 1000 рублей ты можешь купить ну или у меня за 30 рублей gp7 фильтр gp7k как бы я продаю сюда покупаем что я говорил то объекты объекты это каловые заброшенные или не сесть не сильно заброшенные места лучше лазер заброшенные потому что если поймают не заброшенным то во первых тебе будет больно во вторых мама на ругает от этих неприятно а еще если заброшенный объект огорожен забору то является охраняем объектах поэтому короче лучший лазер там где нет заборов лучше вообще не лазер сиди дома спорить фильмы справедливо справедливо ну тут вопросы на самом деле хорошие всех нас объединяет одно влечение пуги но помимо них у нас у всех есть интересы расскажите о своих интересах будет интересно расскажите интересы я люблю продавать не только путь я выбрать все что угодно потому что я прирожденный маркетолог и сейчас после армейки я поступаю на заводчику маркетинг так что я люблю принципе все что угодно продавать допустим сейчас я продаю участок после завтра уже будем оформлять документы на квартиру и будут квартиру 20 сентября вступаю в наследство тоже буду его продавать так что мне нравится в принципе продавать также увлекаюсь смешанными ненаборствами люблю попиздиться с кем нибудь ну и пиво люблю пить дешево я некоторым роде вичевский сомелье какие у меня еще интересы да на самом деле дохуя просто хуня все это короче лучше пиво я думаю что мы свои черные сталки с тобой не будем говорить потому что мы тут вечные еще хорошо кстати вопрос есть ли планы создать свою радиостанцию по ней вещать музыку это очень дорого и очень проблемная об этом думал год назад и как раз когда делал радио голоса лп я даже думал прикрыт подключить рацию обычную такую знаете полицейскую и строительную к компьютеру и вещать там на пару километров но зачем кто это будет слушать просто кто я вот это я знаю валера валера смотри мы возьмем димальтика фёдора воздебелка на машине возьмем меня возьмем тебя поедем в один бомбарь и туда спиди r111 и она обещает написать километров понимаешь в чем дело да у меня тоже такая была идея да да я когда как раз купил r105 которую сама куда-то куда-то дел я ему дал ты знаешь туковую купил давить должно но все хорошо это димасик не это мой кореш ну и не ну я думал что димасик и раз слишком слабоват для такого серьезного человека вот короче r111 но это ужас потому что все равно там сидит ну не знаю максимум какой-нибудь дед пердед который там которым заняться нечем или кин школьники радиолюбители элементы если нас поймают менты если мы будем на служебной частоте это будет ужас нас всех примут за наше радио это будет это будет неприятно это будет очень неприятно в принципе радио можно сделать в формате подкаста как мы это уже делали но зачем если у нас есть замечательные стримы замечательные видосики смысла нет суши валера давай там немножко вопросы потому что рыбинчик все порешает был вопрос опомнил да давайте я тоже подождите тут очень много вопросов давайте я буду зачитывать их и отвечать так тут вопрос ко мне но я думаю вы все на него ответите как ты смотришь на группировку монолит и вообще видишь не общую людей свой лп как вы считаете есть только одна группировка в моей жизни какая ладно не буду говорить ну короче группировка монолит ну что я даже не знаю как ответить ставя группировка из простой компьютерной игры что там они сказать это же там не игил не не днр и монолит нормально ладно ладно про это вопрос и сам потом отвечу подумал тогда я могу уже ответить я я монолит я люблю монолит но у меня короче когда играл стал все больше пиздиком и мне во сколько мой друг объяснял как вступить так они разумливают что не это возможно так тень чернобыля кажется где-то возможно только в долг вступить это значит значит на что в зоне припяти короче тупого коса нет ну хотя честно наверное можно в оригиналах нельзя сша майнкрафт играл майнкап я сейчас здесь не сидел с нормальными русскими людьми подождите тут вопросов миллион ребята где предупреждение бутылках коля расскажи о бутылках бутылки лишь на 5 есть на 7 есть литровые есть на 33 даже бутылки вот и все как не присесть на бутылку будучи газером и диггером с очень просто не публикуются на странице фашистские лозунги это раз-два не лазь в гнилые подобники вообще никуда не лазь сиди дома спали фильмы 3 не ходи на митинге наваренного быть все ты не конечно на бутылку она митинге либертарианцев тем более не ходи фуф просто каждый день он выходит и бьет если будут газеры либертарианцы мы к ним приедем в город и устроим там шар холокост да нет так следующих не одобряем так следующий вопрос какие типы мемасов влп тебе больше всего нравится коля расскажи про твою идею про политические мемасы сейчас я напишу сообщение политические мемасы но тут я спрашиваю эти мемасы на влп и раска мне нравится твоя идея про политические мемасы наверное на люди приятно слушать моего и да лучше всех ну а я такая суть в том что влп он должен развиваться он уже достаточно давно находится в стагнации вообще не хватом не повезья из-за мат не происходит и я считаю что нужно быть популистом чтобы быть популярным ну и соответственно на дом укладывать тренды тренд час это политола и митинги на выльной какие-то хуесосы и поэтому нужно следовать эта херня и выкладывать масса с пмкс на митингах этими омоновцами с образцами и на попить и каталась и красиво моно стояли я прям вот знаешь посмотрел на них и у меня как фалаути включился вот этот забыл как называется когда замедлилась вот такая фалау бац у меня включился вас но вместо шанс попадания у меня цена снаряжения броник 12 и шлем 3000 это вот три тысячи камуфляж там берцы ну короче все это оценить такой ништяк но понимаешь бурнут самая большая опасность я не хочу чтобы вот влп превратился в условный кб или лентач просто в орду глупых школьников которые глушу которые ржут с глупых школ с глупых шуток там про навального про путина про налоги это просто мой кошмарный сон если это произойдет я пишу все твои лп сожгу все свои противогазы и все удалю сава из друзей смотри валера что что ты хочешь ты хочешь популярности денег или ты хочешь быть андеграундом и просто кайфовать от этой хуйни я хочу быть андеграундом не хочу зашквариваться понимаешь в чем проблема я тоже это же но надо найти понимают популярным знаменитым зарядом сам жизнь жизнь но чем отличается кб от любого другого публика тем что они настолько популисты что у них два поста подряд могут противоречить друг другу потому что секунду когда вышел один пост было одно общественное мнение через секунду другое ну и знаю чтобы удовлетворить всех но а у нас ты понимаешь посты остается аполитичный просто у нас такие как будто новость вот да смотри новости на самом деле мне эта идея понравилась например мы там уже делали новости про эту гаусс пушку на митинге про этого терминатора на митинге тачанка тачанка вот про этот про что там про бомбу про взрыв этот где-то я делал про митинге в париже вот месяц в париже это был первый пост который заходит людям но надо понимаешь очень четко соблюдать нейтральность и сразу просто сразу вот просто как увидишь даже чтобы эта угроза не появилась зародыши даже до зародышей угроза не что же как только появляются школьники тупые с мема с мемасами про путина и навального просто сразу их банить просто уничтожать а все тебе не нравится мемасы такие мне не нравится аудитория которые такие такие мемасы пустят потому что это путина не нравится типа как ты что я патриот я патринист какая разница я не понимаю просто какая разница кто что комментирует действительно нас таких надо банить если они скобляют влп да им тоже надо по щам давать а если они спорят между собой это же они кайфуют я но это будет сделать еще больше более такую плохую репутацию влп как а такой знаете помойки типа кб вот понимаете сейчас например паблик кб был нормальный юмористический паблик сейчас он просто по нему можно определить уровень айкью человека и видишь подписках кб все сразу удаляй из друзей к примеру то что не хочется такого с влп повторить чтобы влп не превратился в обычную политическую помойку так что это трой валер ну каждый диггер танкер зацепер и другое хуисов является мрачным закона случае диггер и сталкер он является вором а вор должен съесть тюрьме поэтому когда я говорю а уеха барспас нехуй удивляться интересное заявление да ну хорошо я согласен понимаешь мы же никогда мы никогда не поддерживали незаконные деяния мы всегда говорили что плохо хабарить тире плохо плохо пить пиво плохо дестроить плохо там бегать в пуги голым по улице плохо политика плохо все плохо только нейтральные хорошие вещи там экология лесочек это хорошо все остальное это полу согласен ребята если вы смотрите и немножко хоть слушаете то что мы говорим едьте в лес не идти на объект дарить свою девушку своего друга и едьте в лес а если не можете в лес просто выйдите на улицу зашнуруйте берцы реже наденьте штаны идите на улицу просто идите по улице уважайте иностранных граждан закрываем стрим о чем-то конкретно поговорим потому что что там ни о чем вообще болтали да да интересно сама сама там походу уже забрали менты ну сама монархист что с него взять давай поговорим с тобой чисто по душам скажи мне как ты думаешь когда я вернусь из армии останусь ли я обменом или меня зашкварят отпишите здесь же я буду на помойке валяться если вернешься из армии да ты будешь крутым человеком потому что нас все служившие в армии они ну занимают такое хорошую позицию потому что они шарят за всю эту фигню шарят за всякие там уставы и так далее что нужно влп для выхода из стагната нужно ли влп чтобы был годный контент его было очень много и он был уникальным то бишь как называется это слово умные марки и короче чтобы он проходил через факторы снова такое умная умная хотел выебнуться но не получилось короче чтобы он проходил по алгоритм контакта и контакт уводил новых фабриков топ когда они кто-то у них больше просмотров чем больше просмотров тем больше потенциальных подписчиков плюс надо контент весь систематизировать систематизация она также ведет к улучшению качества контента то есть это хэштеги банально хэштеги банально дни сделать не согласен хэштеги это вообще помнишь хэштеги ты понимаешь born смотри вот хэштеги они зачем вообще нужно чтобы человек нажал на хэштег и увидел все новости по этой теме и часто пользуешься хэштегом да это называется ссылочная масса все крупные паблики таким пользуются это такая очень крутая умная вещь эти помойки мбк кб зайди в новостные паблики по военного обзора и понимаешь у них другая делают другое дело у них все новости они об одном у них все ну каша полная им это не надо у нас же не каша у нас же там миллиард тем у нас реально у нас тем больше чем у любого другого похожего паблика там от первой мировой да там и игр компьютерных это же все до хренища тем там медицина оружие окей давайте попозже обсудим в админке хорошо хорошо вопросы вопросы в чате хорошо должны быть сходки что на не должны чем чем на не должны заниматься сходки должны быть пиздатами заниматься должны тем что по кайф потому что когда вы занимаетесь тем что не по кайфу людям неинтересно и они уходят и больше со мной не общаются и не делятся пивом вопрос отвечет надо найти его раз еда и осваивающий скажу слово об найти такое дело которое одновременно и полезно и правильно то есть хорошо я просто собираетесь и пьете пиво и едите мясо и обсуждать это тоже очень хорошо это круто это в кайф но лучше я поехать в лесочек там пройтись подышать воздухом ну короче нужно совмещать приятное с полезным вот это самое лучшее давай следующий вопрос как вы относитесь к хождению массовому в противогазах по городу под эгидой влп это зашквар я скажу мне мне просто похуй по моему это прикольно по моему не смотри одно дело когда человек делает это там как например какой-то политический протест например например или какая-то акция но другу когда человек просто школьник выбегает из школы у меня такое было однажды человека чуть не побили понимаете из-за этого он выбежал в противогазе что-то там орал орал слава украине его за это чуть не побили вот это зашквар да вот такой вот зашквар то есть там бегать что-то орать какую-то хрень делать это полный зашквар и тем более под эгидой влп так про город вы ответили отлично отлично на самом деле очень бодрый веселый стримчик с вами вообще сейчас уже меньше уже 20 до этого она стабильно смотрела чек 35 а это круто мне нравится илья спрашивает стрим из лесочка вообще хорошо было бы мне кажется надо делать такие атмосферные черный сталкер мы сейчас помнишь мы должны были барышню снимать она которая руфом занималась на днях будем снимать где и как и почему но но почему потому что мы можем себе позволить а где и как что мы будем делать что мы будем мы его им снимать она не спрашивайте прорыв тема всякий ну пусть она нас на какой-то руф в объект проведет и мы там это все что куда коли пропал я заебался ты устал уже вещать нет просто принципе обращать я еще могу долго да да и чё-то сейчас чё-то знаешь так зашел влп там меня настигла депрессуха с косой такая целами не задала надо видно это понятно знаешь сама с одного какие мне какие мнения ходят обществе что раньше в это был более популярен потому что была куча тупых но очень годных мимас творили хуйню но с нее можно было поугарать части подосередных шах люди сидят такие понимаешь это тоже правильная точка зрения что это правильно потому что мы сейчас как-то очень сильно удалились в движение раньше уже меньше вот то есть там уже нельзя там ржать нельзя мимасы постить да там тупые там раньше у нас были все видео смешные например вообще все абсолютно у нас контент был в основном смешной чем начинался как сборник ванильных мемасов порой я такое не помню что эти рассказывай я тогда был я тоже помню я был вот подписан до того вступил в клуб вот спрашивают где отчеты по зарубежки ну когда-нибудь а у нас рубежка вообще есть у нас есть колонии кинти иностранные есть колонии на украине из колонии белоруссии из колонии круто я сейчас немножко этим всем занят поэтому вообще вот так и не записали видео разбора за весну ну ладно за лето уже запишем ну да надо собрать каких-нибудь черный так давай ты говоришь юмора мало ну же все эти лесные походики где там это про медовушку да 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 это можно сделать но понимаешь у меня сейчас контента мало у меня почему-то всегда когда контент есть я его не делаю когда контент нужен у меня его нет валера ты черт ты черт появится не врезся будет контента море есть раз поеду в лес я тоже стараюсь всегда есть вес но в этот раз я просто не поехал потому что я заболел прошлый раз я ездил позапрошлый раз я ездил всегда есть ты малера ты валера молодец ты красота я согласен каким должен быть настоящий противогазер я я не знаю софта не не решать наверное это тебе решать я считаю что настоящий противогазер должен быть натуралом для начала потом все это но это уже зависит от региона его национальности его вероисповедания и так далее на самом настоящий противогазер должен кайфовать от того что не делает кайфовать от того что делает они просто делать это потому что больше нечем заняться у нас в клубе таких я ребят давно не видел а вот по россии думаю такие быть могут у нас те кто приходит те кто приходит на сходки те кто был за последний год хотя бы на одной сходке кайфовать я всех не знаю все русские люди к даже асу тоже русский человек он испанец он рауль 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 человек к его нормальный вообще на самом деле газер должен быть во первых взрослого вторых умным третьих адекватным все остальное уже не важно ты валера недавно писал статью о том что нужно кайфовать с того что ты принципе угораешь твоих хуйню потому что да да но это же значит что нужно там мусорки поджигать там свастики рисовать ну это же ужас это же зашквар ребята это свастики рисовал что это шведская кепка подождите вопрос какими сам меня божественно назвал вообще я ухожу золки вопрос от влада семенова какими должны быть сходки влп чем они должны заниматься влпшники ну для начала противогазеры на вторых я на это отвечу встречи влп должны быть интересные в первую очередь а если это просто встретились потусили пиво попили это не очень интересно мне кажется идеальная сходка влп если бы я ее проводил бы мне кажется что нужно какая-то тема то есть допустим небольшая какая-то лекция ликбез какая-то там тусовочка еще потом это неформальное общение выезды на природу это мне кажется должно быть разное то есть вообще идеальная сходка влп кто-то сидит пиво пьет это в на столочке играет кто-то там лекцию слушает и так далее то есть это но это вообще идеально но я пока так не сделал идеальная сходка влп у нас изображена на обложке там в лесочке с каким-то снаряжением нехитрым и макароны с бересты и шоколадка какая кожа тебе запомнилась сходка влп больше всего вот как сказал да это реально красиво было когда мы поехали в лес короче на озеро на озерках или на пионерской не помню первый раз жаре шашлыки туда поехали там еще там куча было не фагов а мы все взяли этот шатер да 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 вот это хорошая была сходочка и следующее когда мы уже партишок пили тоже было классно следующий раз когда нас уже посвящали в газняку меня меня валеру застало хорошая была тусовка когда дубу поехали мы было классно я не практически каждая сходка нравится потому что она чем-то отличается от другой и происходит к интере скорее всего и принципе весело главное знаешь чтобы было не то что прям очень-очень весело главное чтобы было не скучно вот и все городом буси было рядом это тоже ты прав говорим это не так каждый раз я тебя любил бы но я я должен возгонять пинать и заставлять чтобы покупали в паре не в дикси так тут от александра такая каждая каждый раз в баре оставляю больше 1000 рублей стабильно поэтому лучше все поэтому ты админ барахолочки ну да так александр говорит хорошая группа живу в таллине недавно купил за 8 евро gp4 у буду делать интересный косплей старом городе у нас на youtube чеки новый подписчик спасибо спасибо так иван спрашиваю п как монолит меня не совсем понимаю что имеется ввиду ну мы не сектанты у которых нет головы грубо говоря и мы не поклоняемся ко мне поклоняемся максимум думаю пугом так так не тире александр указываем за народы почему ты говоришь в это антихайп настоящий на самом деле на самом деле главный тихо хорошо слышу знаешь что скажу немножко от ремарку сейчас все задумался вот очень классно когда движка любой находит на стадии начала когда вы просто какие-то стадо глупых уебанов которые ничего не понимаете ничего не умеете и берете друг друга покупаете бы из уху партишок и теперь попавший помойку хабарить огромную сумку пп5 ее тащите чтобы люди вообще никогда не продать и просто жраться в налив на все деньги с надежды на то что это все окупится потому что это самые запоминающиеся моменты и кусту ли и вот если где-то есть в движи такие сходки то я за не только рад возможно это немножко шкварит лишь ну как они кайфуют с этого а если кайфуют я считаю это благодатное дело как сделать так чтобы сходки перестали шкварится что надо вот какие золотые правила чтобы перестать те шкварится убить всех хохлов нет это сама сама все и закрываем стрим бобор нужно понесли я не знаю нас в питере все кайфово ну окей если бы ты хотел бы в питере чтобы ты исправил бы или добавил бы я пошел бы пить пиво на катаете давно уже говорил со впадаете и пиклинок от его закрыли закрыли да вы чего не слышали нет там бетонные блоки на всех окнах поставили чтобы нельзя было залезть вообще везде мы сами сами не сможем найти за вас что ли да там все там бетон там не пробить можно только окей 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 тогда на другую кость баян пойти пить пиво всем всем клубом или в лес помнишь на когда первый раз в лес поехали да хорошо было хорошо было ну ты последний раз да да колумбайн сломал две ноги клуба им его моя куртка у него моя куртка мне кажется она потеряна нет сама она коллекционные больше 20 лет а кайфово хорошо что изменится в барахолке за ближайший год вы что-то добавите что ты сделаете какие-то буду ближайший год ближайший год сав я буду в армии поэтому скорее всего не изменится ничего дай бог чтобы фев мог извернуться и стать отменом на время хотя бы и тогда она просто будет также продолжать деятельность а вот когда я вернусь через годик из армии тогда мне очень много планов во первых мы сейчас постараемся с фехом за оставшиеся полтора месяца вести в россию кучу на странах бегов и чтобы на постоянной основе их торговать из магазина но не факт что это получится скорее всего это не получится потому что там очень большие бюджеты нужно чтобы хорошо заработать с этого а как вы будете возить просто очень-очень просто саф это уже секрет фирмы дальше появится практически полный ассортимент отечественного сиз как сибс так и сизот так и сиз который афеф почему не в администрации все пропали опять меня я здесь борн ты где борн пропал борн пропал ладно господа если у вас есть какие-то вопросы задавайте пока борн опять опять подключается расул пишет помню была сходка прошлом летом офигенный где сава правосовец рассказывал на самом деле это было не очень крутая сходка потому что я назначил сходку на когда гола россия испания и честно говоря первый тайм мы смотрели и сходка потом отложилась в итоге там мой друг рассказывал про историю про косоворотки он хорошо выступил а я честно говоря очень плохо выступил было достаточно скомканно и так себе и в принципе это видео есть на канале можно посмотреть да ты появился и вообще мне на канал надо еще залить интервью небольшое там пол на 15 минут с головой филиала красноярск надо это обязательно сделать там принципе интересный материал получился вас дмитрий задает вопрос возможно ли найти безопасную заброску чтобы там проводить некоторые встречи возможно например есть питере что-нибудь такое раньше был кт час тоже есть разглашать не буду только для у фагов можно потом туда собирать только для наших пацанов питерских можно прям которые в доску свой хорошо смотрите просто приезжаешь на балтийскую идешь куда хочешь там куча брошенных домов отлег для питерских пацанов мы устроим сходку 100 метрах а дворцовую площадь это было очень круто давайте займемся так вопрос вон какие ожидания от армии ожидания надеюсь не отправить в сирию или к хохлам все ожидание меня нет я предпочитаю в сирию потому что ну я там как бы ни разу не было хохох это хуйня понятно да да я пожалуй продолжу после армейки беру весь ассортимент пугов это транспортировка упирается и иностранщина сибиз короче больше ассортимента то есть магазин будет работать там полностью мясо слышно да а расскажи покупают и наши отече и и изнять и изнять и еще мерч будет в новом в новой обработке тоже обязательно будет что за миром к мерч-мерч но как участность кофточки там всякие футболочки раньше были а будет кое-что покруче то же самое это реально кайфовым нет нет и в л.п. на барахолке везде короче ну тебе понравится сов я тебе потом расскажу понятно нас спрашивают почему вы против хохлона не на депротив и нас это шутка нас интересуется чувак в чем это шутка вот смотрите линзка не бабка по телевизору сейчас уже нет а раньше говорили активно каждый день по первому каналу на 60 секундах или как там минутах там все время об этом говорят каждый день ну короче до сих пор там раньше об этом постоянно говорили и нас активно наша подконтрольную правительство сми говорили что надо ненавидеть хохлов и мы соответственно как патриоты своей страны ненавидим хохлов у нас еще один новый подписчик это классно что-то происходит с нашими тубу у нас там просто разовые популярности сегодня мне кажется спустя год там наберут 1000 подписчиков там сейчас 800 800 их что ли хорошо расскажи-ка отечественные противогазы покупают за рубеж вообще то есть бывало что тебе там на английском парень пишет продай противогаз но такое было несколько раз писали из италии из великобритании пишут раз в месяц стабильно и писаю даже из америки но все оправится в то что во первых яблес пересыл и во вторых мне впадли было значит пишут наши православные русские или это коллекционеры пишут коллекционеры и косплееры и потому что нас все-таки дешевле чем на ebay хотя наиболее что на очень сильно упал допустим по мк 2 наиболее стоит полторы тысячи рублей вообще не денег считай но важен будет манков залетел на чат васильников как придешь мой айкс и специалист сказал спасибо спасибо илья спрашивает у вас день вы где у нас не день это просто старая фотография которая мне понравилась я решил ее выложить как обложечка потому что мы очень спонтанно решили сделать стримы и мне надоело делать эти обложки заранее все выкладывать это заранее делаешь просмотров меньше чем когда спонтанно дело дело спонтанно то все лучше не драться уже недели нас девять часов и на улице достаточно темно и холодно и грустно наш пост на улице сижу как бы нормас черный столкнуть есть какие-то еще вопрос сборно ты говорил ты с ним целый день будет у меня хорошее настроение мы сейчас варьеры вообще пиздель и активность была арфигенная немножко убитый так ну давай вопросы поинтересует давайте пока да просто на вопрос отвечать разговаривать с подписатой но так обсуждая обсуждая всякую дичь хохлов там класс но пока к сожалению нет больше вопросов но как-то относишься к работам в паблике очень много стало очень ненавижу их и никто еще не баните мне приходится постоянно их банить ты не поверишь сафу только вот прямо сейчас баню да у нас по под стримом их там многое видел это вообще не кайфово ненавижу такое да неприятно причем были бы это знаешь настоящие вообще прикольно было бы то есть это было бы своеобразное такое знаешь колорит ну ладно что-то еще я хотел спросить на самом деле вася пишет а у е пап ты хотел поинтересоваться по поводу но спрашивает слахов мне уже объяснил почему все диггеры общаются как будто они на зоне потому что все диггеры это воры хорошо кого-то катируешь из коллекционера вообще-то же много вообще из политика к этому сейчас просишь из коллекционеров и по поводу как ты относишься к противогазам который вот делает там борщов там янчик заболоцкий и так далее ну смотри котирую я больше софи афинова сашу наш кореш как бы он очень крутой особенно вот последний год-два он так сильно вырос своей коллекции что у меня слов нет что это единственный человек который хабарил черную нереху то есть то это только покупали случайно а он именно с хабарил так что моё уважение к нему безграничное это количество связей и полезных ну полезных связей людей которых узнаю что могу достать и задерживают меня просто поражает так что других коллекционеров я особо-то и не знают беляев и всякие секретосы я хз вот кофе шатли филы филов то и пишет большого красавчик я тоже молодец мне вообще я очень люблю творчество барашова каждая маска для меня это просто вау произведение искусство но я вот немножко мне интересно делает ли он такую херню на заказ для бдсм фетишистов потому что я думаю что они могут это покупать гораздо больше по количеству и возможно больше по цене потому что у них на свои особые запросы кастомные маски думаю они бы брали бы это да у нас был случай помню думал что ли кто-то покупал для бдсм еще кто-то для еще для клея спрашивали нюхать что вы не другое другое валер валера савельный мне в начале лета позвонил мужик и спросил а защищает ли о зкф от ядов я говорю ну да таких таких то еще защищать а какие вы можете посадить противогазом по совету он такой у нас просто мужик короче в квартире умер надо нам надо труп вынести я говорю а слушайте зачем тратить много денег не покупаете за кайф лучше купить просто заказов уже за косарик как вам будет лучше да серьезно я вам поясню почему и докуда классно большое спасибо мы с вот такая вот такая самая веселая нет не самая все самое веселое было когда мне написал человек и сказал мне нужно 40 бобров это было самое крутое чего человек ошибся он имел ввиду комиков не бобров попрыгать рюкзаки которые продавал нужно их 40 штук я ему говорю давай 40 бобров а у меня много денег вася пишет меня возможно скоро пмкс будет вася пошел нахуй так дальше пишет илья у вас влп не развита скорее всего психушку закинут окей бывает так недавно видел школьников мы им сказали чтобы они перестали курить они нам рассказали про какой-то анти лайк бывает разу пишет мне написала шлюха бот я и сказал и самое смешное мне ответили матом по тексту приезжей из восточных стран отпускаем грехи я хочу кое-что важное сказать знаете все есть барахолка влп есть хабар спас парахолка влп сейчас является самая крупная группа по продаже противогазов говорят заходите туда и ищите по запись аргентинская маска александр феофилов настолько охуенный коллекционер что это единственный человек в россии который вообще вез и нашел аргентинские маски до этого они вообще никто не знал а он нашел где-то вез продается лишь по три тысячи если вы хотите себе рептик взгляд для коллекции который не повторим и никогда не повторится то идите к нему и покупайте по три тысячи он их продает это очень дешево за такой качественный товар фолклинды это аргентина я прям сейчас почувствовал гордость что я с ним знаком ну вот он очень крутой чем на самом деле я ему еще при встрече пивко должен проставить а вообще там буду самым крутым но запилим с ним фоточку и выложим вася пишет бобры еще на уделки сплыве кое-где там вася остатки от добров и к тому же нет 20 штук их там осталось 5 штук он их продает уже несколько месяцев дешевле я знаешь с кем торговал с человеком который поставляет их на отделку и у него они стоят дешевле чем там поэтому гораздо лучше если вы их клуба выбрать у меня они у недели потому что у меня цена будет лучше мы ждем сделки стоит 800 рублей щас веская 8 полтора косарика 800 и еще вопросы да все на самом деле мы все уже говорили о кашляли до 15 точно поговорим а то мы только час вещаем надо еще минут 15 по обсуждать что-нибудь интересное потихоньку закругляется можно вдумать в чем почему сейчас кризису клуба поиспобой что делать как вы считаете потому что последняя сходка суперкрутой интересной лекции суперкрутыми топовыми гостями просто собрала буквально я не знаю мне кажется чем 15 было в лучшем случае я надо дать всем пиздюлей тогда они больше вообще никогда не придут я кстати прикиньте написал в лс многим газером с клуба который давно не было много времена состоят в клубе часть людей такая вообще там чего мы не будем ходить вообще то есть в клюквину допустим написал чуваку который постоянно ходил под коней а по каким-то причинам не могу ходить еще там часть людей тоже из чатов по выходила еще час человек отрыскали удалять на самом деле интерес достаточно у людей угасает хотя они там допустим достаточно очень активно принимали участие там и так далее это очень странно ну как бы то есть сейчас клуба тоже чисто кореша собираются тусят вместе общаются и кайфуют ну да в чем проблема что исправлять на ваш взгляд надо понимаешь людей ну скажем потому что у нас эти люди они все они сдулись они стали взрослыми раз у них мало времени два и они ну все они потеряли интерес участников как самый первый раз ты помнишь как это был самый первый набор типа санкт-петербург ищем людей но тогда это было в новинку сейчас как бы все желающие активно уже давно к нам подписались и давно с нами тусят кстати вопрос у нас а насчет экологии будете что-то делать что сейчас насчет экологии будем ли мы что-то делать как вы относитесь к этой теме ну я пытался что-то сделать никто не откликнулся вообще я там собирался сделать проект я уже там это все написал цели написал идеи написал все что надо делать никто ничего не сделал никто мне кажется экология должна продвигаться чтобы на базе после тусовок там все убирали вообще у нас иголе нужно продвигаться на уровне пионеров то есть бутылки собирать на дололом и так далее так пишет может быть потому что участники клуба растут им это меньше заходит и новых участников нету ну логично в принципе но с другой стороны может быть и хорошо что у нас есть такого скульное мощное комьюнити которая при штат помогает друг другу и так далее но я сейчас в августе все-таки думаю сделать какую-то новую встречу поэтому а ты не думал сделать пароховку влп какой-нибудь допустим день жизни то есть допустим в том же парабеллами на конь сходки пригласить допустим заранее за месяц объявить пригласить допустим фире потом тебя там еще кого-нибудь и все выставляют противогазы на продажу там приходит не 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 оффлайн оффлайн продажа не чисто на день нет смысла у нас ребята с питера по процентным соотношениям на процентах 15 только покупать в петербурге личная встреча большинство абсолютная то ли кратно несколько раз это пересыл и я думаю смысла нет возможно это атмосфера но но это не рационально с финансовой стороны я вот думал что 15 сентября по 1 октября будет невероятных размеров распродажи барахолочки потому что не нужно будет быть весь хабар и будет пиздец можно будет много чего очень купить интересно по очень маленьким ценам хорошо будем следить и копить не сейчас нужно другу пмк 2 найти купить час вы буду узнавать кого есть у тебя киндей другие противогаза продажа у меня есть шер два у меня есть гп7 у меня есть при желании гп7 в у меня есть ип6 меньше до пд у пд а есть самоспасатели шахтерские есть где-то тебя не очень интересно при желании не знаю эффектом нашел не нашел ли что у него черные нерехты раньше были по крайней мере две штуки ознан продал чего там у нас иностранщина есть у фефа ну это что и мы просто вместе постоянно работаем поэтому я говорю почти как у меня чтобы на новое что-нибудь на самом деле нужно новое что-то чтобы это круто еще выглядело мк 3 там или я не знаю какой-нибудь ппм 88 панорамник какой-нибудь бак 1 чем такое мне нужно это классно все ты купила уборный горно-списательный кого бурно купи горно-списательный как он выглядит панорамник обычный парахолка влп там охраненный американский пёк на луке лоне а я видел сегодня да ну вот ну хорошо посмотрим вес моих 30 комплектов таких я тебе задешеваться подам вообще-то хранить сука за дешево сейчас ну я подумаю кстати раз на двор раз уж 30 комплектов давай снимем рекламу видео рекламу потому что мы продаем непонятно что горнус посадили про торгать что это такое ясно сначала прошла вообще никакой сделать надо обзор дозил рекламу то есть давай сделаем давай 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 а смысл их уже не продают они уже никому не нужны не то что их уже не продают на них только рынок сильно упал потому что у них собрали больше 60 комплект и что вы ездите сими комплектами уронили весь рынок да да я роняю рынок его начали крупный воин торги которые покупали их вообще за бесплатно практически а уронили до конца его к сожалению именно вы их потому что пройти их много их либо не покупают что делать оставлять цену и ждать а потом увидели как нашли некоторые присоса тоже войти а похорон о чем-то уже просто потом были аукционы где купили два капитана 600 рублей потом понял что они вообще никому не нужны и вообще все рынок упал я роняю рынок кстати как вы тащили 60 комплектов за один раз а это мы делали в течение полугода и возможно в общей сложности больше 60 просто вот то что именно видел и держал в руках я там у себя смысле дома это счет комплект я просто представил себе что такой борн едет на такой шахе который просто на метров на ты метр на три загружен этими тюками с узы каев шумя сидак ты вопрос сколько у заказ стоит обычный ну вопрос да можно сказать и про обычный про обычно стоит в районе косарика в районе косарика можешь купить и замечательного за каев есть еврей за 500 рублей спокойно можно идти музыка а закая в полный комплект стоит 3000 терять 4 500 но это нужно еще поискать только 4 500 то есть за 3 пищи можно найти к зафу отдельно стоит полторы тысячи тире две тысячи понятно но на самом деле чет на самом деле вопросы пропадают но хотя все залетают новые нас на самом деле непонятно судьи смотрит одно количество потом там через 10 минут уже другое количество и так далее ну давайте господа сдавать на заключительные вопросы мы потихоньку будем закругляться но в принципе мы обсудили рыночек так что рыночек все порешает как-то кстати относишься к этому капитализм на максимум капитализм а ты не думал создать свой уотом или ип ип не берут в армию они выгодны государства брать в армию тебе лучше с тебя дает налоги это гораздо больше окупится стоп если завтра открою ип меня не возьмут в армию на ту информацию которая не сказали владельцы и ну и точка они сказали что да я эту информацию не проверял но искать действительно с такой херни в армии не берут то есть друзья как они тебя отсеивают как эти они течет вот скорее всего да я не знаю как происходит просто мне вот такую подсказали надо уточнить вас ей по себе открою я как раз об этом думал можно ноги будет по 10 тысяч вместе первый год или несколько лет для ип налоговая льгота точно вот не плачь никакие там да на самом деле все достаточно как вот травоязно в целом да да а потом переводишь ип в зао берешь кредит на него и закрываю заложку с кредитами вставивание могут взять короче тебя не мог на самом деле могут просто я въебуюсь вопросы закончились давайте наверное закругляться на сегодня можем потом еще какой-нибудь провести уже на более подготовленную тему перед твоим отъездом в армию или наоборот по твоему приезду будешь нам рассказывать как там круто было в сирии ну ладно что тогда с тебя пожелание подписчикам что им нужно сделать чтобы не быть газнюками и что им нужно сделать чтобы быть самыми крутыми торгашами ну смотри в первую очередь пойти в шарагу после 9 во вторую очередь какими торгашами нужно не обманывать покупателя и абсолютно точно и четко описывать что ты продаешь без каких-либо наебов даже самых маленьких если ты работаешь честно то у тебя много покупателей вот и все весь секрет ну и изучить сколько там 5-7 стадий продажи товара это херня вся есть в интернете это просто и легко а еще писать не r не руб не значётик рубля а полные слова рублей почему потому что так сказал столяров но если он сказал так и нужно спасибо большое было здесь бодро 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 салса нас смотрит. Вот, Феф нас смотрит. Феф нас вообще, это герой наш. Илюха Жуков смотрит. Надо, кстати, Илюху Жукову мы с ним договорились тоже позвать его на стрим. Он будет нам с юридической точки зрения раскидывать, что будет, если тебя примут на забросе. И так далее. Ну да. Что тебя, как тебя уничтожат и посадят на бутылку. Ладно, слава ЛВП, козерый, вперед. Сава, все.